Добрый день, уважаемые слушатели! Добрый день! В эфире Финам.ФМ.Бизнес-класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня замечательная, на мой взгляд, тема, замечательная тема нашего эфира. Называется она так, звучит она так, литигаторский бизнес в России. Мой гость сразу же меня поправил за эфиром. Он сейчас сделает это чуть позже и в прямом эфире. Я его представлю прежде всего. Сегодня в студии бизнес-класса Василий Кузнецов, партнер московского офиса компании Квин Эммануэл. Добрый день, Василий. Добрый день. Ну что ж, я уже проанонсировал, вы меня поправите еще раз. Итак, мы назвали нашу тему, наш бизнес-класс сегодня, да? Литигаторский бизнес. Не очень корректное название, я правильно понимаю? Я бы не совсем согласился с этим термином применительно к нам, потому что мы все-таки юристы. Мы, наверное, занимаемся не литигаторским бизнесом, мы представляем клиентов в судах и в арбитражах. Мы помогаем им выиграть дело. То есть это вот для нас не совсем то, что можно назвать бизнесом. Я понял Вас. Тогда мы будем использовать некие другие термины. Хотя, я так понимаю, все-таки дело не в терминах. Ну, как бы это английская калька. Тут, наверное, такого устоявшегося термина в русском языке нет, чтобы это обозначить. Ну, как-то вот литигаторство. Литигаторство, да. Сутяжничество. Вот, наверное, самый английский термин. Очень мило прозвучало, да, этот синоним. Ну, тем не менее, еще два слова все-таки о терминах. Калька с английского, литигаторство. Что оно обозначает? Откуда это название появилось? Ну, название пошло, наверное, от слова litigation. Это судебные процессы. Как-то вот люди, которые представляют клиентов в судах, да, в судах они это восприняли и стали называть себя и в России литигаторами. Вот, то есть, наверное, литигатор, это тот, кто представляет компанию клиента в суде, в узком смысле слова, в широком смысле слова, это вот вообще какой-то спорщик, либо в суде, либо в арбитраже, вот еще в какой-то, в общем, что-то связанное с разрешением споров, скажем так. Ну, я понимаю, что и до появления этого термина, все-таки, да, представительство в суде, оно практиковалось. Конечно, конечно. То есть, принципиально никакой революции мы в юриспруденции не наблюдаем, да? Ну, наверное, звучит немножко. Звучит немножко иначе. Серьезнее, с ореолом какой-то западности, таинственности. Таинственности. Так давайте о таинственности. Итак, как давно вы на этом рынке, я имею в виду непосредственно вашу компанию, и чем более детально, если можно об этом поговорить, вы занимаетесь? Наша компания Кевин Эммануэл была создана в 1986 году. В 1986 году? В 1986 году, да. Мы сравнительно молодые создал амбициозный американский юрист Джон Квинн. Началось все с Калифорнии, с Лос-Анджелеса. Через какое-то время фирма вышла на ведущие позиции США, открыла ряд офисов в Штатах. После этого стала открывать офисы за пределами США, в Великобритании, в Германии несколько офисов, в Японии. Ну и, наконец, дошла до России. На российском рынке мы открылись в декабре 2011 года. До этого мы работали в других компаниях. Ну, наверное, можно сказать, что с утяжничеством, литигаторством мы занимаемся в России уже больше десятка лет. То есть опыт у вас, да, с утяжничеством приогромный? Ну, я думаю, наверное, вот будет, может быть, нескромно себя хвалить, но вряд ли кто-то сможет показать тот подбор кейсов и успешных дел, которые смогли привести мы. Мы можем все более детально об этих кейсах поговорить, потому что там такие замечательные примеры, я за эфиром прочел. Ну, к сожалению, не о всех кейсах можно говорить, не все можно даже называть и озвучивать, но о каких-то, конечно, мы с удовольствием расскажем. Еще один вопрос. Вот в связи с тем, что рано или поздно однажды, наверное, в этом была стратегическая какая-то идея, компания Queen Emmanuel появилась на российском рынке. С чем это было связано? С тем, что компания сама по себе стратегически выстраивала вот такую политику экспансии. Сначала появилась в Америке и затем завоевывала, завоевывала, завоевывала все новые и новые пространства. Либо рынок Российской Федерации, до этого, может быть, мало походивший на цивилизованное сутяжничество, просто требовал того, чтобы появились люди, которые могли бы, так сказать, некие правила игры озвучить или применить к действительности. Ну, наверное, для начала нужно отметить, что вот сама по себе фирма, как она отстраивалась, как она создавалась с Джоном, она фокусировалась исключительно на судебных разбирательствах, то есть на разрешении споров. Поэтому пришлось вот в этой сфере быть лучшими. Обычные фирмы строятся как? Есть корпоративная практика, есть, которая занимается сделками, слиянием приобретением, due diligence и так далее. Это обычная юридическая фирма? Обычная юридическая фирма, да, есть финансовая практика, там есть группа, которая занимается банковской деятельностью, кредиты и так далее, вот всякие IPO, размещение, есть, может быть, налоговая практика, которая налогами занимается, ну и есть как бы вот подразделение судебных споров. Наверное, в общей фирме, ну как, судебная работа есть, но если ее нет, то можно как-то вот перебиться, заняться чем-то еще, так, помочь корпоративному департаменту или кому-то еще. Ну, а если у тебя исключительно судебной работы, больше никого нет, то либо ты в этом дока и лучший, либо, соответственно, и как бы делать-то толком нечего. Поэтому, наверное, фирма вот исходя из этих параметров стремилась быть лучшей, у нее это получилось сделать в Штатах, ну и потом вот возникает вопрос, скажем, можно ли быть, можно ли быть глобальной лучшей в мире судебной фирме без лондонского офиса. Потому что все-таки очень много споров рассматриваются в Лондоне по английскому праву и с участием российских олигархов и без них, но все-таки английские суды это тоже вот какая-то зарекомендовавшая себя марка. Значит, вот, наверное, офис в Лондоне нужен. Да, вот можно ли, например, серьезно заниматься спорами в области интеллектуальной собственности? У нас фирма, в общем-то, тоже в этом, наверное, дока и одна из самых лучших. Мы, в частности, ведем вот этот всемирно известный спор Самсунга против Эппла на стороне Самсунга и другие войны телекоммуникационных компаний. Вот можно ли заниматься спорами в области интеллектуальной деятельности без офиса в Германии? Ну, профессионалы скажут, наверное, нет, потому что именно Германия вот это сосредоточение, центр IP-споров в Европе. Да, ну и если рассматривать с этой позиции выход на российский рынок, то, ну, наверное, во-первых, фирма рассматривает российский рынок, российские суды, как суды, в которых можно честно, по западным стандартам успешно вести дела, потому что, если это невозможно, тогда, наверное, открываться здесь было бы бессмысленно. Логично. С другой стороны, ну, очевидно, что российские бизнесмены, мы же по натуре с твоей люди тоже такие сутяжнические, да, вот, в общем-то, если уж решили судиться, значит, мы уж будем судиться до конца, как говорится. Да, да. Мы стараемся быть объективными, Василий, поэтому... Видимо, видимо, в нашем лице фирма смогла найти таких людей, поэтому и офис открылся. И офис открылся в Москве. А, ну, может быть, несколько впереди, и, тем не менее, вопрос я логичный задам. А продолжаете вы свою географию развивать, или, по крайней мере, в планах есть расширение географии? Продолжаем, продолжаем. Ну, вот, на данный момент у фирмы есть несколько офисов в Штатах, в том числе в Лос-Анджелесе, в Вашингтоне, в Нью-Йорке, в Великобритании. Недавно открылся офис в Париже с участием нашего парижского партнера Филиппа Пенсоля. Два офиса на данный момент есть в Германии, один офис в Японии, в России, ну, и открываются офисы в Гонконге и офис в Сиднее, в Австралии. То есть география, как мы видим, расширяется. Глобальная, вот то, о чем вы говорили. Да. Ну, и, наверное, вот, опять-таки, акцент на то, что есть люди, которые подходят под нашу модель. То есть в каждой из озвученных государств, да, есть некие специалисты, которые вот внутри, да, в рамках Вашей компании абсолютно ею соответствуют. Именно поэтому это может быть стать как раз основанием для того, чтобы открыть офис, да, в том числе. Ну, если есть возможности, есть, как бы, бизнес-потенциалы, есть подходящие люди, ну, почему бы не попробовать не открыть офис, наверное. Вот в этом отношении фирма довольно-таки оппортунистически настроена. Это хорошо. А вы упомянули о замечательном, ну, известном деле Apple против Samsung. Вы на стороне Samsung, а по каким причинам? Потому что Samsung к вам обратился за помощью? Ну, я, как бы, наши американские коллеги в основном работают по этому делу, вот, и в других офисах. Ну, наверное, вот так срослось, что фирма вообще традиционно представляет интересы производителей андроидов. То есть, тут, наверное, мы вот как-то позиционно уже, позиционно уже настроены по отношению к Apple несколько недоброжелательно. А, кстати, традиция-то откуда? Опять-таки, так сложилась жизнь, так легли звезды, или здесь есть какие-то исключительно юридические тонкости, юридические основания? Ну, вот, в частности, вы пример озвучили, да, мы вот к андроидам ближе. Ну, я не думаю, что здесь какие-то могут быть вот чисто такие юридические хитрые воспитания, что вот закон есть такой, например, да. Ну, наверное, так сложилось. Фирма-то, она в целом настроена очень определенно, вот, поскольку у нас нет корпоративной практики, нет финансовой практики, то есть, мы только судимся. И для нас, как нас учит Джон Квинн, есть две категории людей, есть наши клиенты и есть те, кого мы можем судить. Но и люди из одной категории могут плавно перетекать в другую категорию. Вот об этом и речь. Конечно, вот, вы правы, что в ряде случаев это то, как сложатся звезды. Вот работаем мы исторически на клиента, все устраивает, клиента устраивает, нас устраивает, ну, продолжаем работать. Но есть ситуации, когда фирма просто вот принципиально определяется. Василий, очень интересно, я сейчас, тем не менее, вынужден прерваться. Мы послушаем новости на Финам.ФМ, а потом продолжим наш эфир. Ну, что ж, друзья мои, мы продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, а в студии у меня сегодня Василий Кузнецов, партнер московского офиса компании Квинн Эммануэл. Еще раз добрый день, Василий. Уважаемые слушатели, я вам напомню, тема нашего сегодняшнего бизнес-класса, теперь, если позволить, я произнесу это правильно. Литигаторство в России, так, наверное, будет более корректно, правильно, Василий? Ну, наверное, сутяжничество, литигаторство. Сутяжничество, да, это уже русский вариант, сутяжничество. Итак, мы говорим о сутяжничестве и продолжении нашей беседы. Я хотел бы вот вновь адресовать вам этот вопрос. Итак, ну, традиционный такой взгляд на вещи, видимо, ну, со стороны, как минимум, да, человек, который занимается сутяжничеством. Есть мой клиент и есть клиент, как его назвать, да, визави, это тот человек, против которого, да, я против. Оппонент. Оппонент, да, за которого я против. Вот эти люди, да, оказываются в том или ином лагере. По каким причинам, еще раз, давайте об этом поговорим. Ну, наверное, вы правы, что иногда так звезды на небе, да, встали, вот, работаем на одну компанию, например, против другой компании. Бывает, также в фирме принимается принципиальное решение, стратегическое, вот, на стороне, кого мы выступаем, либо не выступаем. Например, наша фирма, она славится тем, что мы являемся грозами банков. Ведь не секрет, что вот обычная практика, она состоит из разных департаментов, в том числе из банковской практики. Но вот кто основной клиент для банковских практик? Наверное, это вот какие-то глобальные финансовые институты, такой вот лакомый кусочек, на которого мечтают все практически финансовые юристы работать. Ну, у нас такой практики нет. То есть, вы стоите по другую сторону банков? Поэтому, да, вот в определенный момент было принято решение, что мы не будем на них работать, на глобальные вот эти вот крупные мировые финансовые центры. Ну, это такая, я бы сказал, такая социальная позиция? Или это опять все-таки ничего личного, только бизнес? Откуда взялась эта идея? Это провокационный немножко вопрос. Наверное, это, в общем-то, и какое-то бизнес-решение. Ну, а потом процессы против этих банков показали, что и социальная значимость такого решения тоже есть. Потому что кому еще судить, например, крупные финансовые банки типа Ситибанка и так далее? Вот кто еще за это возьмется из крупных фирм? Наверное, никто, кроме нас. Ну, то есть, вы какую-то социальную миссию все-таки несете, извините, уже за провокацию. Ну, действительно, вполне логично, да, вот даже с точки зрения простого обывателя. Я представлю себя, да, юристом, профессионалом, да, услугами, которые пользуются или хотят воспользоваться, да, те или иные клиенты. И мне поступает заказ от огромной финансовой корпорации, наверняка я с радостью на этот заказ отреагирую, может быть, не сильно вдаваясь, да, в этическую какую-то составляющую и так далее и тому подобное. Потому что у меня просто есть возможность заработать. Вы стоите на противоположной позиции, вы заключаете, защищаете, простите, да, обиженных, отверженных, совершенно верно, да, и ущемленных в их правах. Прекрасно понимая, что с той стороны стоят огломные глыбы, ну, имеется в виду и финансовые, и наверняка ведь их позицию защищают тоже профессионалы. Абсолютно. В данной ситуации это, ну, для того, чтобы занять, да, занять эту позицию, нужно мужество. Вот это мужество. Мужество, нестандартный подход. И стандартный подход им. Какое-то вот бизнес-чутье, предвидение, какой-то потом финансовый кризис, и сколько исков из этого выросло, и очень много работы против банков мы выполняем в Нью-Йорке. Я помню, недавно был эпизод такой очень интересный, когда проверялся конфликт в отношении одного крупного западного финансового института, и был вопрос, можем ли мы его судить. Ну, я не буду называть имен, но ответ партнера Нью-Йоркского офиса был такой, что вы что, смеетесь, мы этот банк судим в Нью-Йорке каждую неделю. Забавно. Причем вопрос этот, я так понимаю, изначально, можем мы пойти на такое, да, чтобы, так сказать, столкнуться в суде вот с такой глыбой. Ну, это просто, да, был вот стандартный такой шаг, проверка конфликта. Вот спросили, ну, получили такой ответ, что, конечно, мы это делаем каждую неделю. Я, так сказать, боюсь опять, может быть, некого пафоса нагнать, да, и заставить вас поскромничать в очередной раз. Ну, я так понимаю, что для вас практически нет, да, как это... Авторитетов. Авторитетов. Ну, с точки зрения, запретных тем, что называется, для вас практически. Наверное, да. Это хорошо или плохо? Ну, я думаю, что для юриста, вот профессионального юриста, который занимает судебными спорами, мне кажется, это хорошо. То есть, в принципе, да, вот позиция юриста, она основана на том, что, да, главное, это некая, как бы, профессиональная идея, и невзирая на личности, что называется. Ну, наверное, я бы как вот сформулировал, у судебного юриста какой подход? Да, выиграть дело. Провести дело клиента как свое и добиться результата. То есть, это вот наше такое кредо, мы не ведем дело так, что вот давайте мы сейчас придумаем какие-то умные идеи, вот напишем длинные бумаги с этими умными идеями, а там как получится, так и получится. Мы хотим выиграть дело, так? Дело каждое, оно вот уникальное. Для судебного специалиста каждое дело, оно интересное, потому что в любом деле вот есть что-то такое новое, что ты для себя даже сам как-то открываешь. Но для этого надо делом заниматься, его нужно получить. А если у тебя конфликты, вот здесь ты не можешь судить, там, такую-то компанию, здесь другую. Вот здесь вот есть такое соображение, что мы вроде бы не работаем на компании, но вот вдруг мы на нее будем работать, давайте не будем ее обижать. Но, конечно, это, наверное, как-то, 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 если тебе обидно, ты работу не получаешь из-за каких-то вот таких, скажем так, сторонних соображений. Абсолютно сторонних. Причем они в конечном итоге, да, делу-то только помеха. Абсолютно. Упомянули мы, точнее, вы проанонсировали, что, да, вы занимаетесь многими громкими делами. Я не настаиваю на том, чтобы прозвучали здесь имена ваших клиентов, но, тем не менее, если можно, несколько примеров вот таких ярких, потому что это, насколько я понимаю, это имена мирового масштаба. Ну, вот, например, из того, о чем можно говорить, да, опять-таки, мы вели дело Бэнк оф Нью-Йорк против федеральной таможенной службы. Дело на 22,5 миллиарда долларов, про него писали газеты, интервью давали таможенные юристы, дело очень известное и в России, и в Штатах. Когда мы начинали вести это дело, ну, наверное, прогнозы были в целом довольно-таки пессимистичны, что как же так, это же таможенная служба, это треть российского бюджета, банк проиграет вот в неделе, если там не через месяц. Сто процентов, да? Сто процентов, да, сто пятьдесят, но дело закончилось с чем? Да, и тем не менее, вы беретесь, несмотря на прогнозы, несмотря на какие-то более-менее объективно-субъективные по этому поводу мнения, у вас есть своя позиция, вы за дело беретесь, и результат? Мы беремся, и мы бьемся, разрабатывается стратегия, согласовывается с клиентом, и потом просто мы выходим в суд и бьемся, а как еще добиться правды? И дело закончилось тем, что через два с половиной года после подачи иска мы еще рассматривали вопрос, а российский суд вообще может этим делом заниматься или нет? Были поданы тонны заключений, прецедентов по американскому праву, мнения экспертов из России. И у нас экспертом был бывший кинопрокурор США, потом экспертов допрашивали в российском суде. Представляете, тут такая была картина, когда мы, например, допрашивали ведущего американских шоу Алана Дершовица и так называемого автора закона Рика, господина Блейки. Вот это вот все проходило, и судья сказала в таможне, что, вы знаете, судья просто, вот я бы даже сказал, судья просто настояла на том, чтобы стороны заключили мировое соглашение. А, кстати, мировое соглашение с точки зрения обычных судебных разбирательств, это все-таки попытка найти компромисс, или это проигрыш одной из сторон, у которой более слабые позиции может быть на начало? Ну, я скажу так, вот мы, вот когда мы беремся за какое-то дело, у нас первый вопрос и первая рекомендация клиенту, это можно ли дело решить миром. То есть, вроде бы нам это невыгодно, ну как, зачем, дело закрывается, но с другой стороны, мне кажется, что это вот любой добросовестный юрист об этом должен спросить в первую очередь, потому что все-таки... Можете ли вы договориться самостоятельно? Потому что если вы договариваетесь, вас это устраивает, ну это всегда лучше, чем годы сутяжничества, а судебный процесс – это нервы, это деньги, это эмоции. Вот представьте себе, у нас по одному из дел, которые вот мы на данный момент ведем, у нас было почти 10 свидетелей. Вот этим людям нужно было готовиться к перекрестному допросу, переживать его, потом ехать в Лондон, давать показания перед трибуналом. Юристы другой стороны какие-то вопросы задают. Это же все, понятно, что это все очень такой нервный, болезненный процесс. И разочарования какие-то могут быть, и победы могут быть, но все равно это время, деньги и нервы. Поэтому если можно договориться, то мы рекомендуем клиенту договориться. Ну и если, может быть, есть какая-то статистика, как часто вот до непосредственно судебного разбирательства все-таки находятся, находят в себе силы, да, спорные стороны договориться найти компромисс? Наверное, все от ситуации зависит. Бывает ситуация, когда, да, вот подключаются юристы. А, кстати, вот что в данной ситуации, когда подключаются юристы, может повлиять? Ведь я, ну, условно говоря, опять, я пошел в суд, или готов пойти в суд, потому что терпеть нет мочи. Противоположные стороны тоже так яростно на это дело смотрят. Ну, все, все, нас не разнять. Вдруг подключаются юристы. Какие аргументы они приводят, что мы успокоились и, в конечном итоге, да, пошли на мировую. Забыли, может быть, да, в какой-то степени прошлые обиды. Перспективы судебного разбирательства, может быть, юрист сказал. Знаешь, скорее всего, нам ничего не светит. Давай ищи компромисс сам. Ну, ведь у оппонентов тоже могут быть такие же соображения, да. У нас соображения, рекомендую клиенту пойти на мировую, договориться, вот. Тебе это дешевле станет, условно говоря. Это может быть проще, да. У них могут быть такие же соображения. А потом, как вот они видят юристов, видят, например, Куэна Маклова. Ну, ведь вы пользуетесь, ну, наверное, все-таки не совсем, но практически одной информацией. Вы пользуетесь одним правом в конечном итоге. И с двух сторон ведь не может быть, да, что одна сторона говорит, у тебя нет перспектив, и вторая сторона, у тебя тоже нет перспектив. Так же, наверное, не бывает или бывает? Ну, наверное, бывает, но все-таки нечасто. Нечасто. Нечасто, да. Ну, обычно это какая-то оценка, вот шансы есть, а как? Или как минимум там 50 на 50, у нас чуть больше шансов, 60 на 40, у них чуть меньше. Стоит идти, стоит, и пошли. Ну, я бы сказал так, вот, если мы говорим сейчас про решение, как вот вызревает решение пойти на мировую, так вот, если позиция все-таки не до конца понятна, так, подключается на другую сторону, начинает работать судебный юрист, так, например, Ковиноманал. Значит, какой может быть ход мысли у оппонентов, что вот подключились судебные юристы, значит, могут быть процессы, репутация фирмы известна, значит, будут очень агрессивно бороться везде, и в России, и в других странах. Значит, лучше немножко успокоиться, пойти на поперку. Значит, лучше, да, лучше договориться. Наверное, вот, какие у кого шансы, так, ну, наверное, я бы так сказал, наверное, на уровне бизнес-понимания, так, все равно вот люди как-то из бизнеса понимают, как говорится, кто кого, да, вот, кто прав, кто виноват, так, по-бизнесовому, по-человечески. Это, наверное, понимает, помогает, облегчает анализ ситуации. Ну, а какие-то вот юридические закавыки больше, шансов меньше, ну, это уже вот, вот уже и картинка возможных переговоров складывается. Я понял. Василий, спасибо огромное, еще раз мы прервемся, сейчас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья мои, продолжим бизнес-класс. Сегодняшняя тема – литигаторство, сутяжничество. Мне вот это слово как-то даже ближе и приятнее. Но это, может быть, ментальность моя российская работает здесь. Сутяжничество в Россию. Вот это тема сегодняшнего эфира. У меня в гостях Василий Кузнецов, партнер московского офиса компании «Квин Эммануэл». Василий, в продолжении как раз вот темы «Что ближе, что роднее», вы чем, ну, наверное, тоже не очень корректно. Я понимаю, прекрасно есть какая-то корпоративная этика в конечном итоге. Но вам что охотнее, что для вас понятнее, может быть, да, что для вас ближе – это работа в России с российскими клиентами или все-таки дела, которые вы ведете за рубежом? Хотя, еще раз, я прекрасно понимаю, да, и дан приказ ему на Запад, ну, и там дальше смотрите выше. Очень сложный вопрос. Исторически у нас вот наша практика сложилась так, что где-то 50 на 50 у нас занимает работа в российских судах и работа за рубежом, в том числе в иностранных арбитражах. Я бы сказал так, что вот с одной стороны, конечно, очень привлекательно судиться за рубежом. Ну, как крутое дело, несколько миллиардов долларов, там, неделя заседания в Нью-Йорке, вот мы недавно вели, потом две недели в Лондоне, куча свидетелей, экспертов. Вот понятно, что, наверное, для любого юриста это мечта провести такое дело. То есть, именно крутизна вот это, да, сейчас дело не в размере гонорара, который, да, там, маячит где-то на горизонте, а именно вот ощущение глыбы. Крутизна, крутизна, проработка позиций, сложность. Сложность дела. Сложность дела, вот как бы дело, которое идёт годами, где можно каждую детальку обсосать, написать, прописать её на 10 страницах, а можно и на 100 страницах, а можно и на 200 страницах. То есть, это вот, наверное, для юриста, конечно, привлекательно, любого судебного юриста вести такое дело. С другой стороны, с другой стороны, вот если честно, бывает такое, что ведёшь какой-то арбитраж на Западе, да, вот один, второй, потом ещё что-то, вот какие-то дела в иностранных юрисдикциях, и как-то начинаешь немного скучать по нашим судам. То есть, уже рутина, да, вот в этом случае уже рутина начинает засасывать. Уже вот как-то вот не хватает, знаете, не хватает вот такого драйва. Вот такое хорошее слово. А в России как раз можно говорить, да, что дела, в подавляющем случае, в российской, так сказать, истории, это драйв. В России абсолютно, абсолютно. Ну, как, вот ты выходишь на заседание, и оно может быть первым, а может быть первым и последним. Да, вот дело, например, я приводил пример Бэнков Нью-Йорк, мы два с половиной года разбирали процессуальные юрисдикционные вопросы. Другое у нас дело было, вот мы представляли западную компанию производителя игрушек для богатых людей. Против одного российского олигарха, который почему-то подал иск в российский суд. Но там мы тоже рассматривали дело вот несколько лет, и в итоге прекратили его по юрисдикционным основаниям. Но ведь в целом, в целом, сам процесс в российских судах, он может пойти очень быстро. И вот, наверное, вот эта вот такая живая непосредственная работа, она тоже имеет свои плюсы. А почему он может пойти, этот процесс, неожиданно быстро? То есть, это не связано ни с какими юридическими казусами, что называется. Это вот опять на уровне человеческого взаимоотношения. Я бы сказал так, что, наверное, просто в целом процесс в российских госсудах, он идёт быстрее, чем то, как строится стандартный процесс в иностранных судах. Сами сроки быстрее, установка как бы и процессуальная, и, может быть, у судей на то, чтобы дело быстрее рассмотреть больше. Поэтому, в целом, да, вот дело-дела у нас могут идти. Можно убедить суд в том, что дело сложно, его нужно тщательно рассматривать шаг за шагом, и оно может занять годы. А может получиться так, что его и за три месяца можно рассмотреть. А вот подобное дело, допустим, в западном суде за три месяца в любом случае не рассмотрят? Ну, наверное, за три месяца это вот что-то, что-то сверхординарное. Именно технически нет такой возможности. Василий, тогда вам, я бы сказал, стратегический вопрос, вам как профессионалу, может быть, тогда, ну, в какой-то степени зря грешат на наши суды, на нашу судебную систему, в том, что она несовершенна, в том, что она во многом в худшую сторону отличается от западной, а оказывается, вот какой пример-то вы только что привели. Ну, наверное, по срокам наши суды, они, конечно, быстрее, так? Это, наверное, может в какой-то ситуации привлечь. В целом, вот если бы, если говорить о том, как бы оценить работу российских судей иностранных, ну, наверное, у российских судов есть свои проблемы, мы о них знаем. С другой стороны, я не стал бы всё драматизировать так, что в России вот честного суда совсем не может быть. Может быть, могут быть у нас были случаи, когда мы добивались хороших, позитивных результатов, вот именно работая по западным стандартам в российских судах, прорабатывая позицию, получая заключение экспертов, представляя позицию в суде, убеждая суд в том, что мы правы. И это было и в Москве, и в регионах. У нас очень много дел было. Западные стандарты, Василий, сильно отличаются от российских стандартов, ну, нынешнего образца, по крайней мере. Ну, я не стал бы говорить о том, что вот есть западные стандарты и российские стандарты, я просто имел в виду, что западные стандарты в плане того, как нужно цивилизованно и грамотно вести судебное дело, что в России всё-таки, наверное, можно выиграть судебный процесс с помощью таких вот юридических процессуальных шагов. Ну, то есть, исключительно с помощью юридических, а не каких-то других, да, которые не имеют никакого отношения. Никакого соображения, да, совершенно верно. И я бы, наверное, даже больше сказал, вот понятно, что есть ситуация, когда мы, как юристы, может быть, рекомендовали клиенту обратиться в западную юрисдикцию за рассмотрением спора, но в то же самое время были случаи, когда по сложному спору, очень многогранному спору, в отношении больших активов, где компании, а была сложная офшорная структура, владение группой, мы рекомендовали клиенту пойти именно в российские суды, потому что мы думали, что, да, спор сложный, сложный, многоаспектный, но всё-таки именно российские суды вот скорее смогут рассмотреть его так, как мы бы считали правильным. Вот я хотел бы, да, сейчас немножко детализировать, то есть вы подчеркиваете, да, вот в данном конкретном примере не совсем стандартную рекомендацию, да, вот. Всё это дело со многомиллиардными, да, миллионными и так далее, со сложными юридическими там какие-то тонкости, скорее всё-таки логично было бы рассмотреть в западном суде, неже в российском. И, ну, в качестве исключения, вот каким-то образом, с этой точки зрения велика конкурентность, и вообще существует ли конкуренция между российским судом и судом западным, или всё-таки это не очень корректные опять термины в отношении суда непосредственно? Ну, наверное, в отношении конкретного суда это может быть термин не очень корректный, потому что как вот судья сидит, рассматривает дело и думает, у меня вот есть конкурент. Да, они пойдут туда, и там вместо меня там что-то. Да, вот, наверное, это не очень здорово, да. Наверное, в каком-то глобальном смысле, в глобальном смысле, наверное, можно говорить о том, что, да, вот, государство, может быть, пытается сделать свои системы более привлекательными для разрешения споров. Потому что это как бы и авторитет, это и средства, это и квалификация юриста, в конце концов. И вот тот самый пример, который вы привели в конечном итоге, да, он мог быть не исключением, а правилом. Когда люди, да, затевающие спор, ну, или, естественно, советующиеся своими юристами по этому поводу, ведь это тоже дело выборов, конечно. Да, да. В какую юрисдикцию нам с вами отправить иск, условно говоря, да, в какой суд обратиться. И тогда мы говорим, нет, вот в этот, нет, давайте в российский, потому что там, двоеточие, и огромный список вот этого, да, параметров, которые делают российский суд, да, в этом смысле привлекательнее, да, конкурентоспособнее. Не будем больше? Ну, наверное, на какие-то вопросы, связанные вот с российским бизнесом, с тем, как вот этот бизнес строится и как разрешить спор между партнерами в рамках этого бизнеса, наверное, в каких-то ситуациях российский суд смог бы на это посмотреть немножко по-другому и где-то даже правильнее, чем иностранный суд. По-другому только лишь потому, что это российский бизнес, а это российский суд. И там, и здесь, ну, условно говоря, да, на первом месте или близка российская ментальность с этой точки зрения. Ну, я думаю, да, наверное, все-таки на какие-то вещи вот мы, как люди, которые живут в этой стране, на земле, смотрим немножко по-другому. По-другому, и нам они понятнее, да? Нам они понятнее. Наверное, на Западе просто порой сложно объяснить даже, о чем речь идет. Абсолютно, абсолютно. Абсолютно. Поэтому у нас вот это, наверное, еще один принцип построения нашей практики. Мы считаем, что если даже на Западе идет какой-то спор, связанный с российским юрлицом или российским клиентом, то рассмотреть данный спор без участия и серьезного участия российских юристов, ну, просто невозможно. А ваши западные коллеги это понимают? Ну, мы, мне кажется, понимают, мне кажется, понимают, и мы работаем над этим. Активно работаем над этим. Ну, а как? А как отдача? Василий, возвращаясь к этому списку, еще раз повторю, российский суд мог бы быть гораздо более привлекательным в определенных каких-то моментах, чем суд западный, потому что, ну, ментальность мы уже обсудили, а что может еще вывести на новый уровень российский суд в глазах вашего иностранного коллеги? Ну, я думаю, что, наверное, основное – это вот уверенность в том, что суд рассматривает дело с позиции правосудия. Исключительно с позиции правосудия. А правосудие – это найти правильное, праведное, справедливое решение, исходя из каких-то вот… в рамках какого-то правового поля, а не иных соображений, которые к правовому полю не имеют отношения. То есть, наверное, вот если это будет достигнуто, ну, тогда и в российские суды будут обращаться гораздо охотнее. А будет это достигнуто, как вы думаете? Ну, это сложный процесс, это сложный процесс. Вот он, наверное, идет, в общем-то, есть примеры, когда российские суды показывают, что в каких-то ситуациях на них можно положиться. Вот, например, мы в свое время работали против ЮКОСа, приводя в исполнение в Россию решение английского госсуда. В то время это было первое решение английского госсуда, которое было в России приведено в исполнение. В той ситуации, когда договора между Россией и Англией, прямого договора об исполнении не было. Вот, ну, можно было подумать о том, что, ну, наверное, вот против ЮКОСа-то и решение нигерийского суда, да, можно привести в исполнение. Но, с другой стороны, там было очень сложное дело, мы разрабатывали очень много аргументов, поддержку этой позиции, суды привели в исполнение решений, и сейчас, используя эту аргументацию, российские суды начинают всё чаще и чаще приводить западные решения в России. Наверное, такую практику можно только приветствовать. Вот другой пример, у нас было дело против одного российского олигарха, принципиальнейший спор, где мы доказали в российском суде применимость концепции, то, что в английских странах называют форум non-convenience, когда вот вроде бы юрисдикция формально может быть и есть, но российский суд, он не совсем удобен для рассмотрения дела, потому что право иностранное, доказательства за рубежом, язык документов. То есть, российского практически ничего, да? Ничего нет, да. И российский суд это поддержал и отказался рассматривать дело. Но, наверное, только вот зрелый суд, вот вы говорили про конкуренцию, да, наверное, только зрелый суд можно сказать о том, что нет, всё-таки я не буду это дело рассматривать, мог бы, но не буду. Пусть им занимаются где-то ещё. С точки зрения зрелого и незрелого. Вот я так представлю, что незрелый суд, он мог бы, опять-таки, таким детским термином обидеться и сказать, ну, почему это вы мне не думаете, я сейчас вот... Сейчас вот я рассматриваю... Да, напрягусь, я правда... Этот язык не знаю, аргументов этих не понимаю, вообще для меня это тёмный лес, но всё равно я же вот зрелый. То есть, вот эта детская болезнь, можно сказать, она уже пройдена всё. Ну, она как бы начинает проходить, и есть примеры этому, наверное, в каких-то ситуациях можно увидеть и какие-то другие, скорее, проблемные наши места, но над ними нужно просто работать. То есть, я не думаю, что это вопрос, знаете, вот какого-то закона, вот мы сейчас приняем закон, и всё сразу будет хорошо. Да, это вот планомерная работа... Планомерная работа, и, наверное, всё-таки небыстрая. Ведь мы, опять, вещь очевидная, совсем недавно мы из одной социальной формации перешли в другую, стали рыночной стороной, развивающейся, но тем не менее. И очень часто, да, вот мы оглядываемся по сторонам, там, на Запад, сравниваем себя и говорим, ой, какие же мы отстающие, какие мы неумелые, какие мы такие-сякие, это у нас не так, это не так. Но ведь люди там, да, столетиями развивали то, что имеют сейчас. У нас прошло чуть больше 20 лет, но, наверное, тоже не очень правильно сетовать на отсутствие каких-то реалий у нас здесь, да, цивилизованных. Потому, что это дело времени, это делается из сию минуты. Наверное, только не нужно это рассматривать как оправдание, чтобы вообще не идти вперёд. Ребята, у нас всё впереди, поэтому давайте мы расслабимся, да, пусть оно само каким-то. Я с вами согласен. Василий, ещё раз мы прервёмся, у нас новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, моя последняя часть эфира. К сожалению, последняя, потому что очень интересный разговор сегодня мы ведём. Тема мне очень нравится, ещё раз повторю, мы обсуждаем сегодня сутяжничество в России. У меня в гостях Василий Кузнецов, партнёр московского офиса компании «Квин Эммануэл». Ну, и литигаторский бизнес, он же по-русски сутяжничество. В конечном итоге, вот яркий представитель этого бизнеса передо мной. Василий, последняя часть, ещё раз повторю, да, если можно, там какие-то подытоги мы будем с вами подводить. Вот, в частности, я хотел бы спросить у вас, по вашему мнению, что необходимо знать компаниям ли, бизнесменам ли, если они решат воспользоваться вашими услугами. Вашими, в частности, конечно, ну и ваших коллег в том числе. Что им необходимо знать? Знать о... Ну, я не знаю, о том, как решаются подобные споры, может быть, в принципе, да, почему в конечном итоге вот они становятся вашими клиентами. Ну, наверное, если говорить про какие-то конкретные разновидности механизмов разрешения споров, наверное, нюансов тут масса. Вот мы, скажем, недавно проводили огромную конференцию для корпоративных юристов, юристов корпорации по международному арбитражу. Мы приглашали коллег из зарубежных офисов и рассказывали шаг за шагом, как строится процесс, давали рекомендацию по каждому шагу, как клиенту нужно себя вести, там были элементы такой интерактивной деловой игры, когда мы проигрывали допрос свидетелей, допросы экспертов и показывали, вот где правильная тактика, где неправильная тактика. То есть, наверное, вот если брать какую-то конкретику, то нюансов может быть масса. Ну, а в целом, вот что, наверное, нужно понимать. Во-первых, что для любого сложного спора нужны квалифицированные юристы, у которых есть опыт разрешения таких споров. Ну, и, наверное, в этом отношении мы все-таки выделяемся. Опять-таки, позволю себе нескромность из числа себе подобных. Ну, а во-вторых, для того, чтобы выиграть дело, а у нас цель не получить дело, не провести дело и рассказать об этом, а выиграть дело, им нужно болеть. Вот им нужно заниматься с утра до ночи, думать, вот что можно еще сделать, как усилить позицию, как вот добиться того, чтобы люди, которые решают дело, это всегда какие-то люди, судья, арбитры, вот их может быть один, может быть трое, но это вот человек, как вот сделать так, чтобы он решил спор в твою пользу? И для этого нужно биться? Для этого нужно биться, нужны веские аргументы, но это аргументы все-таки в рамках профессиональной деятельности. Это аргументы, но это и процессуальные шаги в рамках профессиональной деятельности, но ведь шаги могут тоже быть разными. Скажем, вот в деле Бэнков Нью-Йорк против таможни мы пошли на то, чтобы сделать заявление о фальсификации доказательства. Но это серьезнейший шаг, который требует дать, например, расписку о возможности уголовной ответственности, если это заявление будет заведомо недобросовестным. Но мы на это пошли. В других делах мы шли на то, чтобы отвести судью. Тоже, ну это очень резкий шаг. Вот как вот просто стоять и говорить судье все, что по сути дела, все, что ты о ней думаешь, какая она нехорошая и плохая. Но, наверное, это требует определенного мужества. В арбитраже тоже бывают какие-то ситуации, когда нужно идти просто на нестандартные шаги. Вот у нас было дело, миллиардный арбитраж в Стокгольме, так называемый урановый спор по поставкам ядерных материалов вырос из соглашения в ОУНОУ. Вот из программы по разоружению. Но мы там пошли на то, чтобы заставить арбитров принять материал из уголовных дел, которые шли в России и в Штатах. А это не принято, я так понимаю. Ну это, в общем-то, практика, которая, наверное, очень редко встречается в арбитраже, потому что считается, что вот есть арбитраж, а есть все остальное. А мы, по сути дела, заставили, убедили арбитра в том, что доказательства нужно принять. В том, что действительно были, скажем так, определенные мошеннические действия, недобросовестные действия другой стороны. И что договор, по которому требовали почти миллиард долларов с нашему клиенту, невозможно на этом основании признать. Ну, наверное, это тоже требует какого-то такого подхода и мужества, чтобы в такую позицию. Поэтому нужно, наверное, болеть, гореть делом и биться за него. Тогда и успех придет. Ну, смотрите, мужество это некая категория эмоциональная, она характеризует человека как с той или иной стороны. Есть мужественный, немужественный, храбрый, смелый, ну и так далее. Но, помимо всего прочего, нужны еще некие профессиональные навыки. Одного мужества будет недостаточно, если ты веских аргументов еще при этом не имеешь. Так вот, профессионалы, которые в вашей компании, прежде всего, оказываются, вы их каким образом находите? Это люди, ну, знакомые или в какой-то степени, когда-то пересекались вы с ними, учились вместе, работали вместе. Или это люди, которые имеют послужной список, да, ну, я так понимаю, для юридиста, да, каждое дело, выигранное дело, это тот самый плюс, на который потом все коллеги и будущие клиенты, собственно, реагируют. Или вы, может быть, растите, вы сейчас заговорили о неком интерактивном общении, да, о неких деловой игре, о неких мероприятиях, которые устраиваете и для своих коллег, и для своих клиентов. Может быть, вы растите профессионалов где-то внутри вашей компании. И, наверное, в этом случае я так подразумеваю, что они обладают какими-то сакраментальными знаниями, да, которых нет ни у кого другого. Где эти профессионалы, Василий? Ну, вы знаете, вы вот, наверное, подняли самый такой важный вопрос и один из самых болезненных вопросов, потому что все у нас, конечно, решают люди. Вот в нашей сфере все зависит от людей. Какая команда, ну, вот такой будет результат. Наверное, основа команды, которая сейчас работает в нашем офисе в Москве, в Квеномануэл, это люди, которые работали с друг другом уже несколько лет. Ну, вот это важно, да, что команда – это люди, которые, да, вот-вот-вот. И вот как бы пришли, пришли из другой компании для того, чтобы открыть офис. Другие люди, ну, это те, кого мы нашли на рынке. Интерес нашей компании огромен. Вот я могу сказать, что у нас сейчас 10, даже больше 10 человек работает в офисе. Здесь, в Москве? В Москве, да. Ну, вот количество людей, которых мы просмотрели, это больше 200 людей. Чтобы выбрать 10, да? Чтобы выбрать, вот, да, чтобы выбрать ту команду, которая у нас сейчас есть. Поэтому, конечно, смотреть и отбирать людей очень тяжело, но мы стараемся. А как смотреть и отбирать? Что значит? Это собеседование стандартное? Приезжает человек, вы с ним пару вопросов ему задали, да? Ну, как правило, это собеседование начинается, все собеседование. Общение, это не пара вопросов, это час, полтора, два. Именно общение или тесты какие-то заполняются? Общение, общение на разные темы, как бы, ну, уровень человека. На разных языках, на разные темы, на разных языках, нет? Да, понятно, что без английского языка, наверное, у нас никуда. Потом, если человек подходит, в общем-то, видно в нем какая-то талантливость, задатки, пристрастие к сутяжничеству. Да, ну, как вот. Ну, это ужасно звучит, Василий, пристрастие к сутяжничеству. Ну, а если этим не хотеть заниматься, то, наверное, ничего и не получится, как иначе стать успешным сутяжником. А как определить, о мужестве мы говорили пять минут назад, да? Как определить с эмоциональной точки зрения, вот, его внутренние качества, он подойдет в конце концов. Ведь команда формируется, понятно, что, да? Если эти люди знают друг друга давно, в армии служили, условно говоря, то, да, они действительно и пуд соли съели, и могут доверять друг другу. А если это новый человек, ну, испытательный срок, наверное, какой-то есть. Ну, в любом случае, с эмоциональной точки зрения, вот, внутренние качества его сложно определить, будет так вот, на глаз. Ну, мы пытаемся это делать, а потом понятно, что каждый человек, он, каждый человек, тем более талантливый человек, наверное, он по-своему уникален и отличается от других людей. Значит, вопрос, опять-таки, в настрой, это должен быть настрой на какую-то командную работу, командную работу, но его вот талантливость, гениальность настроена на талантливую работу, на совместную работу мы и пытаемся выявить. Ну, то есть, в любом случае, да, если талантливость эта, да, она каким-то образом на поверхности оказывается, то дальше уже некая мотивация, некое желание самого человека в том числе оказаться в этой команде. Ну, это как, наверное, в любой команде, да, и в спортивной в том числе, да, в любой команде. Если человек хочет играть за эту команду, то, наверное, он будет стараться. Ну, если хочет играть, и если он по-нашему времени может это делать, то, наверное, вот и слагаем успеха. Ну, и пару минут осталось у нас, Василий, традиционно, какие-то, может быть, о каких-то перспективах давайте мы еще поговорим. И непосредственно о перспективах вашей компании, Квин и Мау, и, в принципе, о литигаторстве в России, о сутяжечестве. Ну, опять, дело не в том, что, да, насколько перспективно развитие этой отрасли в России, а именно в большей степени меня, конечно, интересовало бы, насколько мы, ну, будем соответствовать, да, тому, что, тем примерам, которые на Западе, да, ну, и чтобы вам, естественно, было комфортно, вы об этом рассказывали сегодня, да, чтобы не было разительной разницы, да, от того, что происходит в России, если мы сравним с тем, что происходит на Западе. Ну, перспективы какие, в общем-то, если говорить про нас, то у нас, поскольку мы занимаемся только судами, у нас перспектива одна, заниматься им дальше, и делать это, как и раньше, лучше всех. Если говорить про общий, вот, как бы, общий рынок, правовую систему, ну, у нас подход какой? Чем больше будет сильных судебных юристов в России, тем лучше. Ну, при этом многие из них вам будут вставлять конкуренцию, вы это понимаете? Мы этого не боимся, с другой стороны, как вот это же, это же рост рынка, значит, тогда у всех будет больше возможностей, будет другой уровень, и у всех будет больше возможностей себя проявить. Ну, вот представьте себе, скажем, если бы те споры, которые сейчас рассматриваются в Великобритании, так, или в других странах с участием российских бизнесменов, рассматривались здесь, ну, наверное, всем от этого было бы только хорошо, и у всех было бы больше интересной работы, и у нас, и у других юристов, и у профессора. Уже была бы возможность как-то это осмыслить уже с позиции российского права, и у судей, наверное, была бы квалификация другая, потому что они такое дело рассматривали бы вот не раз в год, а может быть раз в месяц. То есть, наверное, вот хотелось бы этого развития видеть больше, видеть, чтобы наши суды продолжали двигаться в направлении правосудия, какие-то зачатки, какие-то примеры этого движения, ну, они видны, и мы их знаем. Хотелось бы, чтобы они продолжали в том же духе. Огромное спасибо, Василий. Уважаемые слушатели, я напоминаю, сегодня в студии бизнес-класса был Василий Кузнецов, партнер московского офиса компании «Квин Эммануэл». Мы обсуждали литигаторство в России, обсудили, я думаю, со всех сторон, посмотрели об этом. Спасибо вам огромное, Василий, всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания. Спасибо, до свидания.